Всем привет, дорогие мои! Соскучились? И я соскучилась. Да. Но просто у вас было и так много новостей. Интересных. Поэтому, наверное, не очень... Не очень-то мы вам сильно и нужны были. Смотрите, у нас какой жасмин. Уже прям вот... Сегодня ночью дождик был. Прям... Видимо, позбивал очень много лепестков. Ну, он прям шикарный. Один и второй жасмин. Вы представляете? Вот такие у меня ароматы стоят. Нереальные. Ну что, пошли погуляем? Ой, черешенка у нас тут уже поспела. Поэтому так вот хожу. Уже... Уже и черешенку ем. Ну... Можно, конечно... Пособирать. Но я хожу. Ее реально так вкусно. По чуть-чуть. Она у нас белая. По чуть-чуть. Ее хожу, ее так срываю. Ем, получаю удовольствие. Прям красота. Да? Там оно вообще прям заросли. Какие у нас тут еще новости? Ой, блин, картоха. Я, правда, сама никогда картошку не сажала. Но я не знаю. Вот это вот... Это вот цветы. Их чего? Обламывать надо? Может, кто посоветует? Я, конечно, не понимаю в ней нифига. Ну, ладно. Может быть, что-то вырастет. Вот. А еще... А еще я косила. Да. Решила, я думаю. А почему бы и нет? Вышла. И вот тут вот решила навести небольшой порядок. Видите? Было у меня время. Правда, не докосила. По одной единственной причине. Я, конечно, не надела перчатки. И сейчас покажу. Видите, у меня мозоль, который сразу сбился. И... Ну, прям, ну, неприятно пальчику. Бубулька такая у меня была. Но ничего. Сейчас у нас дождик все хорошо должен полеть. Где чуть-чуть покосила. Сама, сама косила, да. Не думайте. Хотя у меня есть кому помочь. Да. Люди сидят, ждут. В любой момент готовы приехать. Аж... Аж два человека на низком старте. А я вот решила сама. Вот. Что у нас еще новенького? Что у нас еще новенького? Сейчас... Сейчас покажу. Вот он. Вот Иринович прибежал. Ой, ты, моя боже мой, слюнявая собака. Кусь, пошли. Так. Что у нас еще новенького? Груши. Вот это летняя груша. Ага. Значит, скоро уже будет. Будет скоро груша. Видите? Уже какие у нас висят плоды. Да. В этом году тли дофига. Я вчера купила... Так получилось, выезжала. И получилось, купила средства от муравьев. У нас муравьев... Что-то прям вообще какое-то засилье. Вот. Вон там Иринович бегает. И я вчера посыпала. И вроде я сегодня, смотрю, никого не вижу. Так. Что у нас с вами здесь? Ага. Ну вот, видите? И киви уже завязались. Маленькие киви. Их... Ну, очень много. Их очень много. Видимо, дождик под утро закончился. Да? И поэтому мне сейчас что-то тут... А это вот другой сорт. Видите? Там были... Были... Сейчас, подождите, попытаюсь вам показать. Более круглые, а здесь более длинненькие. Мне, конечно, можно вот это вот отодвинуть и вам показать. Но сейчас я буду вся мокрая. О, а здесь даже крупнее уже. О, видимо, наверное, пораньше завязалось. Ну, в общем, их много. Да? Кузьма? Кузьма, пошли за мной. Вот так вот. Давай. Я косила. Кузя, конечно, весь измучился. Он и так ляжет, и так ляжет, и смотрит на меня и говорит, когда ж прям у него было на морде написано, когда ж мам тебе надоест это все. А у нас хорошо было, прохладненько. Так, а еще я вам хочу показать, какой красивый клематис. Сейчас покажу. О, смотрите, какая красота. Да? Вот хожу и любуюсь. У меня здесь сортов много разных. Это у меня угол клематисов. Прям красота. Тоже, правда, немножко дождиках подрихтовал. Но все равно все красиво. Вот. Вот. Что еще? Вот здесь, конечно, травы дофига. Но... О, какая красота. У меня на грядке даже мак вырос. Вот это да. Красота. Правда, его там никто не сажал. Значит, птички принесли. Вот. Вот, наверное, надо будет мне вот на это дело травку подергать. Это уже я кого-нибудь, наверное, приглашу на это дело. Потому что мои коленки мне... Вот видите, какие огурчики. Мои коленки. Ну, я, конечно, могу это сделать. Но они мне, наверное, спасибо не скажут. Мамочки, у нас горох зацветает. Летить-переетить. Горох скоро будет. Так. И укроп шикарный. Да, вот здесь вот, наверное... Ну, сейчас подумаю. Может быть, завтра или сегодня, или завтра я, правда, кого-нибудь вызову. И это прям вообще... Вот. Что-то прям очень засилье всего. А то... Ох, как хорошо все. Вот это вот я три дня не выходила, да? Ну, в смысле, не выходила. Я... У меня были свои дела, которыми я занималась. И просто меня не было дома. А здесь-то огурцы шикарнее. Да, ну, надо будет мне резиновые перчатки надеть. И перчик вон уже зацветает. И вот это все дело я... Вот это все дело я, конечно, пропалываю. Вроде на улице не так сильно не жарко. Так, клубника. Клубника, конечно, продолжает у меня тут полным ходом. Цветет и цветет и плодоносит. Сейчас буду пробовать. Да. Домашнюю клубнику, конечно, ни с чем не сравнить. Ой, а тут уже... А здесь уже у меня... Здесь у меня уже ирга, которая тоже очень вкусная и полезная. Тоже очень вкусная. Так. Извините. Так, что еще у нас тут новенького? А, у нас уже... Ух ты, вот это да! А когда же ты успела-то, дорогая моя? Надо же! Даже смородина уже здесь... Даже смородина уже красная готова. Красота! Вот это да! Вот это да! А жимолость нашу, которая у нас... Помните, я вам показывала, сколько было много? Благополучно. Ну, что-то еще можно здесь где-то поковыряться, найти. Но у нас ее благополучно. Птички поколевали. Ну, если честно, я даже не переживаю. Хоть кто-то наелся. Правда? Что нам, жалко, что ли? Вот. А еще я вам хотела показать... Посмотрите, какое количество у нас будет голубики. Я, конечно, варвар. Поливала я не очень активно. Но голубики все равно будет много. Представляете? Отлично! Вот прям все кустики. Все кустики у нас в голубике. Ну что, будем есть. А что делать? Голубику, наверное, я все-таки пособираю. Так. Что еще вам показать? А черная смородина у нас. Черная смородина. Куры гуляют. Куры гуляют. Так. Каши ем. Вчера наварила. Сегодня... Ой, и здесь черешня. И здесь черешня. Это тоже белая. Сейчас мы здесь тоже дегустацию проведем. Ммм. Доку спивай есть. О, курчики гуляют. Да, Чифуль? Чиф, у тебя нос в каше. Носик у тебя клюв в каше. Видно, что кашу ел. Молодец. А здесь уже и малина желтая подошла. Вот это да. Вот это да. Это я прям вот с этой малиной желтой. Она, кстати, гипоаллергенная. У меня ребенок, мой ребенок любимый, когда рос, и у него была аллергия на клубнику, на малину. Ну, понятно, что он маленький, ему хочется тоже. И я прочитала, что есть гипоаллергенная малина и есть гипоаллергенная клубника. И я нашла, уперлась и нашла. Купила желтую малину и купила белую клубнику. Таким способом у меня хотя бы ребенок мог есть эти замечательные ягоды. А белая клубника, она такая интересная. Она даже называется ананасная. Она как с привкусом ананаса. Вот. И смородина у нас уже пошла. Я не знаю, как у кого, а у нас даже черная уже началась. Представляете? Напишите в комментариях. Мне прям интересно, у кого что у вас сейчас плодоносит. Что вкусненького есть. Вот. Ну, в общем, вот так вот как-то погуляли с вами. Да? Все посмотрели. Вот. Мой Кузьма Ирина. Ирина, я вчера про него забыла. Вечером было как получено. Ну, нет. Ну, не совсем забыла, конечно. Ну, короче. Пока я его запустила, он у меня был помытый дождиком. Ты моя зая, ты спать хочешь, я вижу. Кузь, обещали дождь, да? Ну, сейчас пойдешь досыпать. Ну, что же делать? Да. Жизнь-то тяжелая. Да. Норму час. Нужно выспать. Это обязательно. Ты же охранник. Да. Ну, все, дорогие мои. Всем хорошего дня. Впереди выходные. Может быть, даже что-то сниму. Не знаю. Если будет вдохновение. Не обещаю. Я помню. Я помню, что я вам обещала рецепт шашлыка. Рецепт еще одного холодного супа. Да. Это я все помню. Но для этого всего, конечно, нужно вдохновение. Вот. Все. Всем мира, добра, любви. Все, дорогие. Не скучайте. Пока-пока. 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 Продолжение следует...